Ребятки, всем привет! Обзор покупок снимаю. На голове черти шоу, потому что в шапке полдня проходила. Так, сейчас я это уберу, это все помыть. Алина, ты по сутку помыла, да? Да? Я говорю, ты по сутку помыла? Да, спасибо. Уберу, все. Надо будет мешать обзор делать. Так, что я купила-накупила? Я ее еще в секунде была, сейчас вам покажу, что взяла. Так, сначала по продуктам. Здесь у меня пивасик. Если есть пиво, значит есть тут рыбка, ребят. Так, где моя рыбка? Вот, вот такая рыбка, ребят, толстолок. Она дороговато, конечно, вы мне чек не дали. Чека нема. Дороговато, выходит килограмм почти 400 гривен. Но, так как кусочек небольшой, это вяленая, или копченая, подожди, толстолок. Какой? Вяленый. Не, вяленый копченый он получается. Вот такая вот часть, ребертя, ребрышки. Вот, но он вышел, по-моему, 65 гривен, один кусочек. У меня пиво и рыбка. Так, дальше я взяла... Это у меня мойва замороженная. Мойва стоит 100 гривен килограмм. Тут грамм 700. Что ты делал? Лена, смотри, что она делает. Блин, я уже не первый раз замечаю, что она делает. Знаете, что сделала Альма? Альма песнила тут. Это она... Когда... Короче, она вообще не гадит, Альма, абсолютно. Сейчас я ее наругаю чуть-чуть. А ну, иди сюда. Ладно, она спряталась. Я тряпочку положила. Заметила такую штуку. Как только Ласа сходит в туалет, в свой лоток, Альма слышит, она подойдет, понюхает, что Ласа сходила в лоток, и садится где-нибудь неподалеку, тоже типа как метит, или что. Что это у нее в голове такое случилось? Я не знаю. Села прямо так вот при мне, взяла и на Пискова. Дурдом. А когда Ласа дома, нет, она этого так не делает. Ой, ладно, потом буду ее ловить, надо наругать. Мойва свежая, 100 гривен в килограмм. Тут грамм 700, наверное, не буду разворачивать. Она такая чуть-чуть подмороженная. Это у меня пойдет в морозилку. Так, потом, ребята, здесь вот кусочек колбаски печеночной, не ливерная, а именно печеночная колбаса. Тоже не помню, не помню, что почем, ребят. Вот такая вот. Очень вкусная. Я так есть хочу, находилась, набродилась. Так, потом дальше. Здесь у меня кусочек буженина. Называется буженина чебалык украинский. Кто это сделал? И не всегда. Нет. А ей же интересно, что я тут сумки распаковываю. И знают, что натворила тут дело. Ой, все, после шапки надо голову мыть. Так, короче, буженинчик буженина чьяк украинский. Мне вышел этот кусочек вот такой вот на 77 гривен ровно. Так, я помню. Так, потом. Здесь у меня, ребята, все-таки взяла я... Ой, ой, походи. На холодец рульку. Вот такая рулька. Килограмм 85 гривен. Тут ее вес где-то 1,6 кг. Я попросила, чтобы мне ее на две части разрезали. Ну, то есть она была вот так вот. И вот так вот. Ну, поняли, да? Якус. Вот так вот. Вот так она была. Я попросила, чтобы мне разрезали, чтобы она в кастрюлю влезла. Выбрала самую маленькую. Мне сильно большую не надо. Вот такая вот свежая рулька на холодец. Все-таки я... Вот этот петух, который... Спасибо большое, девчонки, отписались. Мне написали, что Юля, можно. Это бройлерный петух. Что курица бройлерная, что петух можно запекать. И то, и то будет нормально. Если в рукаве будет мягкое, сочное, нежное и так далее. Но я... Он просто огромный петух. Я вытащу куриное филе, оно пойдет на салат. А остальные все запчасти петуха я сварю в холодце. И рулька вот... Ну, короче, пойдет нормально. Не знаю, насколько она мне вышла. Килограмм 85 гривен, тут где-то килограмм 600. Так, потом дальше я пошла в сельфо. В сельфо только вывезли. Огромная пачка. Прям вскрыли при мне. И смотрю, на витрине нет. А я ищу уже который третий раз хожу. У них никак не... Не так само... Не попадают. То разбирают, то не завезли. Гумилка курки домашние. Я ее использую, варю супы. Очень вкусно получается. В основном, видите, такие вот корочка обычные. Я уже не беру. У тебя она дороже, но гораздо вкуснее. Значит, килограмм стоит 129 гривен. Я взяла 2 килограмма. Она там слишком вышла на 266. Здесь вот такие вот ножки. Вот. Мне пишут, а что ж ты суп варишь, и там одна нога. Ребята, она большая. Она вот такая вот, ну, огромная. Я это все помою, приведу в порядок. Видно, что она обшмаленная, видите. Но она прям пахнет вот курицей домашней. И суп гораздо вкуснее. То есть, одна ножка, да, у меня идет на кастрюлю супа. Кастрюля у меня небольшая. 2-2,5 литра. Вот. И я все это по пакетикам и в морозилку. Все, наконец-то. Я говорю, а на витрине зашла? Смотрю, нет на витрине. Говорю, а что, опять нету? Я не успела. Она говорит, вот пачка стоит. Давайте, сейчас откроем. Я говорю, давайте. Вот. А я сразу 2 килограмма и взяла. Так, вышла на 266 гривен. Потом я еще взяла, еще свинина. Продолжается акция, которая по 150 с чем-то. Вот. Я взяла небольшой кусочек. Килограмм 154 гривны. Вышла на 135. Вот такой кусочек. Ну, я его, наверное, этот самый, на 2 части разделю, не знаю. Вообще, я так хочу сделать. Мне просто как-то не хватает времени заняться бы, перекрутить на фарш вот это вот. И мне хочется сделать свои домашние пельмени. Не знаю, когда у меня руки дойдут. Вот такой вот кусочек, разрежу на 2 части и будет на 2 раза какую-то подливочку приготовить или что-то так. Так. Дальше. У меня здесь сегодня акция. Девчонки, да. Это получается курица. Сейчас мы прочитаем. Курица охлажденная. Ну, типа бролерная курица. Цена за килограмм 71 гривна. То есть, тоже хорошая знышка. Вот. Я вам сейчас ее покажу. И она одна штучка вышла на 150 гривен ровно. Сейчас посмотрим. Но я там есть больше. Я выбрала самую маленькую. Ну, вернее, мне там, я там не могу сама выбирать. Я прошу. Она показывает там, что дать. Вот такая вот. Посмотрите. Вот такая курочка. Она очень толстая, такая худенькая. Но пойдет. Я ее, наверное, планирую разделать. Крылышки, ножки там на супчик. Остальное все. Филе удалить из нее. Короче, 150 гривен вот такая вот курица получилась. Ну, грудки у нее довольно-таки нормальные. Так, сейчас я тут все запачкала. Все, это самое. Капец. А что я ей? Надо ее в какую-то миску. Подожди, масса! Сейчас. Я думаю, гость, свое. Ну, все. О! Вот такая. Есть. Так, в общем, сельфу у меня что тут получилось? На 560 гривен. Так, это все в сторону убираем. Ребята, сейчас я руки сполосну. И покажу вам, что я такого купила в магазине. Ну, Second у нас называется он Пятачок. Это у нас большой такой магазин. Так, что вам такое показать? Значит, я взяла вот такую вот штуку. Лена уже померила. Я была без нее. Я ей там фотку сделала. Увидела вот эту вот косточку. Я не знаю, как называть. Типа кардиган, не кардиган. Батник, не батник. Он такой толстый, теплый. Я надеюсь, меня видно будет. Толстый, теплый. Цена 165 гривен. Она без скидки, без ничего. Розовый цвет. Тут чуть-чуть длинноватый рукав. Вот, для Лены она уже померила. Но можно его так вот подкатить. Ну, мало ли, или так будет носить. Или на дачу. Тепленький такой. Сейчас на себя одену, чтобы понятно было, что это такое. Вот. Сейчас все закину в стирку. Вот. Тут получается, вот она любит все такое объемное, знаете, такие вот штуки. Вот тут карманы на груди получаются. Но, оказывается, тут есть еще вот здесь вот карманы. Понимаете? Вот так вот. Ну, и естественно, можно застегнуть. Вот. Там какие-то там... Оно и под джинсы подходит, и под все подряд. Вот. Я говорю, Лен, можно на даче там, на сеновинке. Какой на даче я так буду носить. Ну, мне рукав нормальный, кстати. Можно и отвернуть. Значит, такая тепленькая штучка. 165 гривен. Любимый теперь Лену розовый цвет. А вот такая кофтынка, корточка. Ну, она на меня более такая плотненькая. Но Лену прям свободненькая. Она любит такие вещи. Я сделала фотку, отправила ей. Она говорит, ну, блин, прикольно. Я говорю, приходи мерить. Она говорит, я занята, я не могу, у нее урок там еще онлайн. Я говорю, ладно, возьмем. Все, взяла. Ну, слава богу, подошло, понравилось. Так, потом я себе взяла еще одну куртку на дачу. Ребята, сегодня в этом магазине все, что с зелеными ценниками, скидка 75%. И эта курточка мне вышла, я сейчас ее померю и покажу. Она чуть великовата, но для дачи я специально такие беру, свободные, чтобы можно было свитер пододеть. Или даже если не свитер, чтобы свободно было двигаться, нагнуться, присесть и так далее. Я не беру в обтяжку. Так, это получается зеленый, полная стоимость 165, а так как 75% скидка, она мне вышла 41 гривна 25 копеек. Совершенно недорого. Но мне понравился цвет. Меня на огороде будет видно издалека. Желтенький, яркий цвет, поняли? Юля тоже берет розовый, желтый такой, да? Вот, а я померила, Лена говорит, мам, не обязательно ее на даче таскать. Ее и так можно носить. Это я все постираю, приведу в порядок. Вот. Тут вот застегиваются пуговички. Но мне кажется, что... Ну, плечи такие широковаты, она такая идет, типа объемная. Но мне удобные карманы большие. Мне кажется, что чуть-чуть коротковатые рукава, да? Хотя вот руку опускаешь, оно, ну, чуть-чуть вот вперед, оно вроде как подстрелено. У меня длинные руки. Ну, на даче, наоборот, я когда на даче что-либо делаю, вообще хожу, двигаюсь, я всегда вот так вот подкатываю. У меня всегда, ну, этот самый. Так же, думаю, наоборот, коротковатый для дачи, ну, мне будет даже удобнее. Удобные карманы, можно и мобилку, сейчас я померяю, входит она или не входит. Они не такие уже глубокие, конечно, но я думаю, что... А, так, ну, смотрите. Это очень важно, когда карманы. Да, вот так вот даже. Главное, никуда не выпадет. Чуть-чуть торчит, но нормально. Вот. И мне понравился вот именно цвет. Ой, я не знаю, там видно меня длину, да, в куртке, вот. Вообще замечательная длина. И нормально, можно руки поднять, то есть нигде ничего не тянет. Это очень важно. Все. Классная. Курточка 41 гривна. Тюп-тюп. А что на даче надо? Именно такое и надо. Так, дальше. Дальше, ребята. Ой. Дальше. Вот такие вот новые. Это в отделе новых вещей. Там не только, там, секонд или поношенные вещи и так далее. Там еще есть огромный отдел с новыми вещами. То есть новые, поняли, да? Вот. Это эти самые, как сказать, подштанники. Это лосины, но необычные, непростые лосины, ребята. Цена их 100 гривен мне вышла всего лишь, потому что они по скидке. Они вот с таким вот, не знаю, как вам показать. Здесь, попробую сейчас подсветку. Оп. Здесь мех внутри. Видите? Внутри с мехом. Вот такая вот ткань. Она, этот самый, она очень хорошо тянется. Видите? И внутри полностью мех. В самом низу здесь манжетики. Ну, то есть не будет оно спадать, будет хорошо держаться. Кривот. Да, они, я Леночки взяла, одевать теплые. Сейчас вот морозы. Но они такое ощущение, что и на меня навесут, потому что на самом деле, если взять их, посмотрите, как они тянутся. То есть они растягиваются очень-очень хорошо. И вот такой вот мех. Я думаю, что это классная покупка. Утепляемся. Мы утепляемся. Так, потом, ребята, я взяла два свитера для мужа. Ой, они в отличнейшем состоянии. Они полностью как новые, но висели в отделе, где скидка 75%. Вот такой вот свитерок. Он не сильно толстый. Он такой весна-осень. Да и зимой можно носить. Вот весна-осень. Вот такой вот цвет. Серенький. С полосками. Альма, уйди. Серенький с полосочками. И полная цена 98%. Но так как скидка в 75%, я вам сейчас скажу. Так, это зеленый. Зеленый это? Да, зеленый. Надо найти просто сейчас. Ага, вот. И вышел он 24,50. Ребят, замечательно. Хороший вырез. Не сильно длинный. Такой вот свитерок. Оп, оп, есть. Но он не один. Я еще взяла второй. Мне тоже он понравился. Он более нарядный. Тоже этого же размера. Точно такая же цена. Мне вышла со скидкой 21,00. Вот с копеечками. Этот более нарядный такой. Видите? Какие-то ромбы и какой-то рисунок. Вот. Вот такой красивенький. Замечательная длина. Замечательная рука. Но он реально, он вообще не похож на наношенный. Всегда, когда определить, насколько затасканная вещь, нужно смотреть на воротничок и нужно смотреть на вот этот вот манжет. То манжеты здесь совершенно вообще как новенькие, то есть не растянутые, без катышек абсолютно. А спинка вот такая, ну простая, без рисунка. Слегка такой V-образный вырез. Вот. Ну этот вообще прям такой нарядный. Мне понравился. 21 гривен, ребят. Ну что не брать? Правильно? Так. Потом, что у меня здесь еще? А. Я взяла на дачу себе штаны. Сейчас я вам скажу. Ну такие. Эти, конечно, чуть-чуть такие затасканы. Но ничего не смогла. Я запасаю штанами, потому что на дачу у меня нехватка этих самых штанов. Они, я их быстро пачкаю. То и дело я могу за день. Вот сейчас весна наступит, посадки и так далее. Я за день могу несколько штанов поменять. Мне их не хватает. У меня есть штаны. Но знаете, как часто бывает? Вот есть вроде одни, вторые, третьи, а я ношу только одни. А почему? А потому что остальные мне неудобные. Либо пережимают, где-то передавливают, либо спадают, либо короткие, либо разглешенные. Ну короче. Взяла вот такие штаны. Так. Полная цена 58 гривен. Но так как здесь оранжевый этот самый, а это означает 50% скидка. И так, оранжевый ищем. Оранжевый. Они мне вышли. 29 гривен. 29, ребята. Вот такие вот. Они не толстые, такие вот простые, свободненькие. Сейчас мерить не буду одевать. Вот. Черного цвета. Вот такие вот простятские. Я их там одела, померила, поприседала, понагибалась. Ну вот где переодеваются все люди, поняли? О, поняла, что нормально. Пойдет. Для дачи 29 гривен просто замечательно. Так. Потом, ребята. У меня, смотрите, моя куртка. Так. Все я вам показала? Иначе все. Моя куртка, в которой вот я хожу. Я сейчас ее одену. Ее минус в том, что к ней нет капюшона. Вот сейчас холода начались. У меня очень мерзнет шея. Мне прям не хватает какого-то шарфика, какого-то чего-то. Думаю, блин. А там же там целый ряд этих шарфов. Я смотрела, выбирала, примеряла. Я одену куртку, чтобы вам показать, что я купила. Так. А может, шапку одеть, чтобы было? А, да. Сейчас я шапку надену. Короче, взяла такой шарф. И не могу подобрать. У меня шапка темно-серая. Куртка черная. Вот какой шарф? Что-то белое пробовала. Ну, как-то не катит. Если б белая шапка была, да. Потом пробовала светло-серый. Тоже не катит. Потому что с шапкой не сочетается. Короче, думаю, так, нет. Значит, надо смотреть темный. Я взяла вот такой шарф. Ну, он мне не совсем нравится. Он какой-то огромный. Знаете что? Я не умею их завязывать. Ну, то есть, я не знаю, как его этот самый. Что с ним делать? Он теплый прям. Это я взяла для того, чтобы ходить на дачу. Вот. А как его завязывать, я вообще, я ума не приложу. Я не знаю, как его делать. А ну-ка я сейчас возле зеркала. А может быть, я не умею шарфами пользоваться. Может, вот так как? Хоп. Хоп. Так, он короткий. Чешу. Ну, думаю, для дачи мне самое главное, чтобы тепло было. Когда сильный ветер, там еще что-то. Потому что тут ни капюшона, нифига нет. А что я там намотала вообще? Черт и шо. Ну, короче, я не умею просто его этот. Як им пользоваться? Или я не ту длину взяла, да? Еще лейба какая-то. Короче, сейчас вам скажу, сколько мне этот шарф вышел. Ребята. 39 гривен со скидкой. 39. Ну, просто я не знаю, как его завязывать. Я что-то не то делаю. Тут он вязанный. Тут флис. Он довольно-таки плотный, толстый. Но он более-менее хотя бы к шапке подходит. Потому что он серого цвета. Поняли? Короче, думаю, я у Лены спрошу, как я его завязывать. Возьму. Ну, потому что цена дармовая. Прям теплый-теплый-теплый такой шарф. Дальше. Мне попался вот такой вот хомут, ребята. Тоже я его решила взять. А где я его делаю? Вот. Короче. Тут меха. Меха. Полная цена. У меня вышло без скидки. 58 гривен. Вот такой вот черный мех. Спереди оно перекручено. И типа одевать... Я бы поняла, что вот так вот. Сейчас я поправлюсь возле зеркала. Одну секунду. Короче, я не совсем понимаю, как его тут расправить. Вот так вот. Он получается. И сверху кажется, как будто это воротник от куртки. Поняли? Еще вот тут не хватает, да? Такое. Ну такое. Но зато мне уже теплее. Я мерзну. У меня всегда мерзет вот эта шея, щеки. Поняли? Мне всегда хочется спрятаться. А у меня такая куртка и без капюшона. И вроде бы воротничок есть, но он короткий. Мне сюда дует, задувает. Я всегда... А вот когда у меня шея в тепле, мне всему телу тепло. Поняли? Хотя вот люди разные. У меня муж, например, он мороз. Например, там минус 10, минус 15. Он ходит, душа нараспашку. Я говорю, ты что застегни? Если я вот так вот выйду, душа нараспашку, мне кажется, что я голая вся. Поняли? Мне хочется вот здесь сейчас вот морозы наступили. Минус 13 ночью было. И все. Эта куртка теплая, в принципе. Меня она устраивает. Но вот здесь мне не хватает вот этой теплоты, чтобы мне было уютно. И я еще взяла вот такую вот штуку, ребята. Что скажете? Мне кажется, что имеет место быть. То есть не надо, я себе его сняла. Когда метель задувает еще что-то, я раз его накинула, я уже что-то могу спрятаться. Поняли? Мне кажется, что даже из него можно сделать какое-то, если сильно что-то дует, можно даже вот так вот что-то там, ну не знаю, что там сзади, конечно, поднять и прикрыться так или иначе. Поняли? Ну тут получается, сейчас сниму, ребят. Получается, что сзади шов, а спереди оно перекручено. Так и должно быть. То есть перекручено, чтобы он по-правильному ложился. Вот. Цена я вам сказала 58 гривен. Но мне кажется, он сюда, к этой куртке подходит. Не знаю, конечно, напишут обосрутка вот меня. Но главное, чтобы мне было тепло. И он мягенький-мягенький. Я его еще немножко расчесочкой почешу, приведу в порядок. Конечно, я его сначала постираю. Вот. Потом почешу, приведу в порядок. Он очень мягенький-мягенький. Вот. И хорошего качества. Не знаю, камера вам надо передать, наверное. Шову, но сейчас подсветку включу. Посмотрите. Видите? Он даже как блестит. Он мягкий-мягкий. Вот такой. Вот сдалека ж, наверное, не видно. Вот такой, ребят. Мягусенький. Конечно же, это, ну, что-то искусственное, но очень приятное такое. Мягкое-мягкое. Вот. Хорошенький. Как кися такая. Как кися. Ой, господи. Короче, вот такие вот у меня покупочки. Вроде бы все показала. Так, все, раздеваюсь. Возьбу кашар. И ты даже целый день побродила. И в шапке все. И челка вот так вот прилизана. И такое ощущение, что башку не мыло неделю. Нет, я вчера мыла голову. Так. Хочется покушать. Хочется. А я сейчас, наверное, стаканчик пива. И вот рыбку себе отрежу. И буду... Вот этот самый. Отдохну немножко. Правильно? Правильно. Все. Ребята, всем удачных покупок. Не обсирайте сильно за секунда. Или там за поношенные вещи. Бэушные вещи. И раньше было испокон веков комиссионные магазины. И все брали и радовались. Никто не стеснялся. И друг друга пальца не тыкал. Да. Поэтому надо быть уровномешенными. Спокойными. Спокойно к этому относиться. Это выбор каждого. Я не заставляю никого там покупать или носить. Это каждый себе выбирает сам. Вот. Так что такие дела. Все. Всем мирного неба над головой. Это сейчас самое главное. Самое важное. И скоро увидимся. Пока-пока. Подождите. Еще не все. Я кое-что забыла показать. Ну. Так. Ребята. Это же еще не все. Я купила для Лены обувь. Я себе там обуви, помните, сколько набрала? Я вам даже все и не показывала. Довольно счастлива. Не промокают. Не продувают. Отлично. Я теперь счастливый человек. Вот. Взяла Лене вот такие. Я ей фоткала. Мерила на себя. Фотки ей отправляла. Мы с ней сейчас носим одинаковый размер. Это 39. Вот. Цена вот этих. Это как кеды. Это не сейчас. Это весна-осень, конечно же. Просто хотела вам показать. Посмотрите. Внутри состояние стельки. То есть они вообще... А. Она приклеена. Я не буду ее отдирать. Она приклеена. Я вам сейчас этот самый покажу. Состояние стельки. Просто чтобы выбачил. Хотя оно было в отделе бэушных вещей. Смотрите. Вы видите? Какая стелька. Стелька беленькая. Беленькая. Абсолютно. Вот. И она приклеена. Она не достается. Но. Посмотрите. Вот такая подошва. Вот. Их чуть-чуть надо помыть. Ну, знаете, как им приходит товар в сумках. И оно бывает трется об друг дружку. И здесь надо их просто, ну, понятно, сверху. Я думаю, что внутри даже не стоит тут и мыть, намывать. Так. А размер какой указан? Размер указан 39,5 евро. Я померила на себя. А у нас с Леной нога совершенно одинаковая. Единственное, что у нее чуть-чуть вроде бы как уже. Мне так кажется. Вот. Скинула ей фотки. Ей понравилось. Кстати, цвет, я не знаю, камера почему-то передает как бежевый. Ну, на свету действительно. Но оно бежевый слегка с розовым оттенком, знаете, больше как цвет персик. Вот такие вот. И цена их, это они без скидки. Вот. Их цена 295 гривен. Но они классненькие. Они классненькие, легенькие, очень удобные. Вот. Все. Все. Теперь все показала. Всем пока-пока.